шикарный набор для усов чего только нету вот посмотрите и ножницы и складная расческа и бальзам и воск даже приветствую извиняюсь я тут немножко за послал решил изучить подробнее этот наборчик и оказалось что он очень красивый и всем привет дорогие подписчики канала амбролат эйч инкорпорейт на связи сегодня с вами ваш альберт вескер ну а мы продолжаем изучать документацию с обновкики и сегодня как я уже говорил в сегодняшнем на улице там ну не у меня в игре там прям на следующий какой-то буря и сегодня мы будем изучать последние записи из раздела новости записки и сборники а также журналы и меркурия 2 начнет дать с мир журналы меркурия тем более что записок тут не так много так аварийный взлет диан о бриан спелт this all went sideways how could I have known that so much would go wrong I failed my crew no I don't fail I didn't get into this position by being a failure it's this desolate land frigid cursed between these tunneling creatures a strange sickness that a few of the crew are showing symptoms of we have to leave at first light tomorrow we are prepping for a rapid takeoff we can't take chances with the vibrations drawing the tunnelers so we're skipping the systems check risky but I have faith in myself and the crew of the mercury landing this thing was practically a miracle though but we have to get out of here maybe the weapon is to keep people away but if we leave it'll let us go I have to leave the quarantine crew in the cave behind we will be back for them but we can't risk an unknown infection spreading through the mercury we're packing survival kits for them but there's only enough surplus for about two weeks I'm telling them that we will come back but I don't think I can land here safely twice I hate this I have to leave them behind I can't risk the entirety of the mercury I have to leave them behind and keep going after them and if we have a team I have to leave them behind and leave them behind and leave them behind under the control of the fuegible of the mercury and the master at first light ... ... ... deviant ... ... ... ... ... Я не получила бы эту должность за провалы. Виновата эта гребанная пустынная земля, мерзлая и проклятая. Из-за этих роющих существ и странной болезни, симптомы которой появились у некоторых из членов экипажа. Нам придется улетать завтра с первыми лучами. Мы подготовились... мы... мы готовимся к немедленному взлету. Мы не можем рисковать тем, что вибрации привлекут копальщиков. Так что проверку систем пропустим. Рискованно, но я верю в себя и экипаж Меркурия. Правда, посадили мы эту штуку, но практически чудом. Но мы должны убираться отсюда. Может быть, орудие нужно, чтобы не упускать никого сюда. Но если мы улетим, оно нас выпустит. Ребят, когда будем в будущем проходить первую саблоптику, вы поймете, что это орудие далеко создано. Не только для того, чтобы никого сюда не впускать, но никого не выпускать. Я вынужден оставить здесь экипаж в пещере на карантине. Мы за ним вернемся, но мы не можем рисковать распространение неизвестной инфекции по Меркурию. Мы упаковали для них припасы, но излишка хватит только на две недели. Я им говорю, что мы вернемся, но не думаю, что я смогу безопасно приземлиться здесь во второй раз. Мне ненавистна эта мысль, но я вынужден бросить их здесь. Я не могу рисковать всем Меркурием. А что, у них разве не было этого... Конструктора, вот этот, вот видите, строитель. Взял, создал вот себе огромную базу, как у нас. Посадил бы все различные растения, как у нас. И шикуй себе на радость. Я думаю, это неплохо. Доверять моим инстинктам. Мои инстинкты никогда не ошиблись. Стефанос всегда был очень внимательным. Он не любит принимать риски. Что, я думаю, это понимаемо, когда ты в задней части галактики. Но не риск, не reward. Эллиот finds evidence of alien architecture на completely uncharted planet, и он хочет мне игнорить это? Ха! Ориенский бель. Я бы не был абсолют. Мы сделали несколько scans, и во время не было много ресурсов на этом плане, есть decent биодиверситет. Теорицы выходят в часу. Это должно быть значимым специальным и самолетом для биопатентения, которые будут сплитаны между командами как частью discovery clause. Давайте посмотрим Стефанос и никто еще не поднялся, когда они имеют несколько Сол-Трансгуб-кредитов и в своих униформах. Они будут участвовать в моих инстинктах в некотором моменте. Да, у вас весомый аргумент. Ваши инстинкты никогда вас не подводят. Ну, конечно же, давайте мы приземлимся на грабанную планету неизвестно где, неизвестно с чем, которая нас еще и бомбит и стреляет. Да, никогда не подводят инстинкты. Ага, конечно. Ну ладно, сейчас я вам зачитаю, ребят. Диана, мои инстинкты не ошибаются. Стефано... Стефано... Как кто-то в покемонах себе называл? Стефанос... 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 Слушайте, кстати, получается, вселенная Эши, что ли, как-то связана с этим... Покемонами? Хотя, учитывая, какие тут покемоны, возможно, так оно и есть. Может, мы... Может, это гигантская куховертка дальний родственник Оникса? На другой планете просто. Ну ладно. Стефанос всегда слишком осторожничает. Стефанос всегда слишком осторожничает. Он ненавидит рисковать, что, думаю, вполне понятно, когда ты торчишь на другом конце галактики, но кто не рискует, тот не пьет чаек. Я никогда не буду пропаганировать алкоголь, ребят, забудьте. Я буду цензурить, если что-то такое пойдет. Эллиот нашел здесь не... на неисследованной планете следы инопланетной архитектуры и ждет, что я их просто проигнорирую. Ха-ха. Клянусь поясом Ориона. Ну и дурой бы я была тогда бы. Мы провели сканирование и хотя на этой планете не так много залежей минералов, здесь есть приличное биоразнообразие. Команды отправляются утром. Наберется значительная партия особей и образцов для биопатентирования, которое будет распределено между экипажем согласно пункту об открытиях. Посмотрим, как будут жаловаться Стефан, Стефанос и остальные, когда в карманах их униформ посыпятся кредиты от правительства Солнца. Когда-нибудь они научатся доверять моим инстинктам. Подождите, то есть это еще не было трансгосударства, то есть получается Меркурий упал еще до Великой войны. Корпорация, ясненько. Следующая новость, капитан. Офигенность. Капитан офигенность, слушайте. Солнце должен платить мне больше, чтобы проводить эти миссии. Я спасал всю черную команду от destrucción. Меркурий-2 был почти облитерирован с огромной мощностью энергии. Я не знаю, ни наше оборудование, ни наше оборудование. Эта мощность, чтобы получить такой же уровень, мусор, ну, университет. Мы готовы. Эта энергия сигнализация была похожа на некоторые оборудования для пиратов на мировой фрейдерах. Продолжение следует... Походу у нашей Маргарет появилась конкурентка в плане безумного управления. Продолжение следует... Меркурий-2 едва не распылил невероятный мощный луч. Не знаю, ни одной орудийной системы способны на такое. Источники энергии, которого хватило бы на такое расстояние, может быть, ну, нечеловечески. Нам повезло. Энергетическая сигнатура похожа на оружие шахтерских грузовозов, предназначенных для борьбы с пиратами. Преломление луча в атмосфере, клянусь, пояса Мариона, смахивало на полярное сияние. Настолько мощное я отстреливала аварийные ракеты и слила в воду из реактора. Думаю, тепловая сигнатура на мгновение сбила наводку оружия. Я сумела выполнить... Ну, в общем, она вкратце, если кто не знает, у большинства истребителей вертолетов есть такие специальные глушилки. Ну, для... Как это называется? Приманки или что-то вроде, которые выплескиваются специально, чтобы сбить наводку тепловых ракет. Вот тут примерно то же самое. Я сумела выполнить небольшой маневр уклонения и ощутила, как тряхнула Меркурий от ударной волны, резко испаряющейся воды из реактора. Она могла... Она одна могла бы уничтожить. Я определенно попрошу прибавки к зарплате. Я на такое не подписывалась. Дни моего участия в рискованных миссиях сочтены, но черт возьми, я все еще крута. Даже если это было просто везение, надеясь, то, что не хотело пустить нас на планету, не будет возражать, если мы улетим. К сожалению, оно будет возражать. И очень сильно. Повреждение двигателя. Стефанос. Ну, мы вернулись в безопасности, без моего опрещения. Диана, дамый адреналин-джанки, взяла один из ее определенных рисков и зарплатила. Открыть меня на моем институте, если вы не будете слушать их совет? А, папа. Я не могу в школе для 8 лет и получать 3 градуса для ничего. Я пытаюсь convenить Диана, что мы не нужно приступать за репару. Это что они драйвы и секундный пропорцион системы. Просто немного легче. Но она в charge. Не я. На плюс-минусе, я могу работать с Ясмином. Я не знал, что она была такой busybody. Она ходит вокруг всего корабля, дадут людям ругать. Я думаю, что она на нервах Диана, так что она осознала Ясмин к мне. Она помогает мне инспектировать и распределить системы трассер. Я думал, что я была самая механически обеспечена на корабле, но я думаю, что она меня уничтожила. Она обязательно может научиться мне что-то, чтобы я не так сильно обеспечиваюсь с ее смысл. Она имеет самый лучший смысл. Походу, у нас кто-то влюбился. Итак, Стефанос. Ну, мы сели в целости, несмотря на мои опасения. Диана проклятая экстремалка. Пошла на риск и он окупился. Зачем нанимать меня в роли помощника по технической инженерной, мать вашу части, и не слушать моих же советов? А папа, я не просто так ходил 8 лет в школу и получил 3 степени. Я пытался... Ты только 8 лет и 11 классов проучился. Еще институт 5 лет. Да. Поэтому, наверное, поэтому его не слушали. У него не полное высшее образование. Я пытался убить Диану, что нам не нужно останавливаться на ремонт. Для того и служат дрейф-привод и вторичная система двигателей. Это лишь чуть-чуть медленнее руководит она, а я нет. С другой стороны, я, возможно, буду работать с Ясмин. Не знал, что она такая трудяга. Она ходила по кораблю и помогала всем подряд. Думаю, она действовала Диане на нервы, поэтому та отправила Ясмин ко мне. Она помогает мне осматривать и ремонтировать двигательную систему. Я думал, что я самый большой технар на корабле, но она легко даст мне фору. Она определенно может научить меня кое-чему, если только я не буду слишком отвлекаться на ее улыбку. Эх, а улыбка у нее лучше всех. Последствия крушения. Меркурия 2. Ясмин. Журнал. Последние отзывы перед смертью. Я живу. Степанус спасал меня. Меркурии попытались срочно-заркаться, но все все было хорошо. Я помогла срочно-заркаться срочно-заркаться, потому что все было... Срочно-заркаться. Потому что все. Все. Я слышно о металле теряло, и за разными секунами, все было нынешно-заркать и невероятно-заркать. Then I saw daylight, and I was looking down at the ocean and ice. The strongest wind I've ever felt roared in my ears, ripping through the ship. People went flying out the side of the Mercury, so much screaming and chaos. I was lucky I had just clipped into my sea-thinker. Stephanos came out of nowhere, like a malaika, an angel. I felt his rough, calloused hand grasp mine with the gentlest of urgency. It felt like time slowed. He said, I gotcha. Just follow me, Ella. I don't know how, but he used an emergency tether to drag me to the nuclear reactor core, the strongest bulkhead in the ship. We hit the water, and everything went black. He's sleeping. I think he might have hit his head. I'm exhausted. The adrenaline has long since worn off, and my body aches. I think I might have fractured the river. I'm gonna shut my eyes for a bit. When I wake up, I'll figure this out. I'll save us. I'll be at it. This is how to pass. I'm here. I'm here. I'm here. I'll be here. I'll be here. I'll be here. с виду шло нормально. Я помогал экипажу на мостике со взлетом, поскольку экипажа не хватало из-за всего этого. Я услышал звук рвущегося металла и на долю секунды готова поклясться. Все засияло зеленым и стало нестерпимо горячо. Затем я увидела дневной свет и смотрела вниз на океан и лед. В моих ушах ревел самый сильный в моей жизни ветер, разрывающий корабль. Люди вылетали из борта Меркурия. Столько криков и хаоса. Мне повезло, я только что защелкнула крепление сиденья. Стефанос появился из ниоткуда, словно малайка-ангел. Я почувствовал его жесткую мозолистую руку, надежно сжимающую мою. Время словно остановилось. Он сказал, я держу просто иди за мною, Элва. Не знаю, как. Он использовал аварийную привязь для того, чтобы затащить меня в ядро реактора. Самый крепкий отсек на корабле. Мы ударились о воду и все потемнело. Он спит. Думаю, он ударился головой. Я истощена. Адреналин давно прошел и мое тело болит. Думаю, я сломала ребро. Прикрой глаза ненадолго. Когда я проснусь, я разберусь со всем. Я нас спасу. Слушайте, да этот Стефанос настоящий герой. Реально, уважаю. Пришельцы. Эллиот. 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 Субтитры сделал DimaTorzok И так Элит Ух ты, ух ты, ух ты, еще раз, ух ты, это мечта каждого ксено-лингвиста! В общем, я помогал со сканированием гребаной планеты. И возможно на поверхности есть известные конструкции, я могу сделать себе карьеру на всю жизнь гребаную. Изображения немного исказились из-за атмосферных помех, но это похоже на целенаправленную и комплексную архитектуру. Что означает присутствие гребаной цивилизации, а цивилизация означает победный панфор и язык! Ух ты, экипаж по большей части просто хочет вернуться домой. Но это может стать апохальным открытием, я определенно подскажу Диане идею о походе на поверхность. Так что я смогу взять команду для исследования. Отчаянно надеюсь, что дело выгорит. Эх, жду не дождусь, когда мы снова окажемся на расстоянии связи с Солнцем, на расстоянии связи с государством. Лайлы и дети будут рады это услышать, тяжело быть так далеко от них столько времени, но теперь это может стоить того. Я могу дать им намного большее, я могу дать им слова неизвестных ксеноморфов и Солнцем. Ну ладно, это от меня уже приписка. Стефанос. 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 Если мы остановимся, мы остановимся, мы остановимся. Но, если мы остановимся с Ясмином, мы ждем за румбос. Я надеюсь, что она не понимает все мои вопросы. Я люблю ее голосовать. Ее лицо светло, и она имеет самые экспрессивные глаза. Они практически акробат. Как она выглядит, когда мы говорим о нюклее инженееринге, как я смотрю на мою мать. Она никогда не сидит. Она говорила мне, что она делала Декаталон в школе. И я могу верить это. Она как бонзовая. Просто все вокруг. Она делает раунды на корабле каждый день, чтобы посмотреть, если люди нужны помощи. Хм... Я должен сделать что-то красивое для нее. Она всегда помогает всем другим. Я надеюсь, что у меня была часть ее энергии. Будет в отпуске. Надеюсь, всю эту энергию быстро ночью передаст. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Извиняюсь. Я просто понимаю английский неплохо. На слух хорошо воспринимаю. Когда вот тексты есть, то это вообще прям прекрасно. То есть ты буквально его учишь, дополняешь. Ну ладно. Эх. Я могу... Проводить ремонт только урывками. И это так неэффективно. Крупные инструменты, по-видимому, вызывают поблизости сейсмическую активность. Члены экипажа вернулись и рассказали об истории об огромных червях, закапывающихся в лед. Я не знаю, о чем они говорят. Они были переохлаждены и обморожены, потому что назад шли пешком, чтобы не разозлить их. Вероятно, ледяной шельф неустойчив, и они потеряли направление или вроде того. Эх. Говоря языком Дианы. Клинуй с поясом Риона. Терм... Термомуфты не предоставлены для работы урывками. По двадцать минут. Поломаем процедуры. Поломаем весь гребаный корабль. Не прочь мой пояс Риона на мне. Хе-хе. Однако, переждать сейсмин, пока не пройдут сейсмические тряски, очень приятно. Надеюсь, она не против того, что я задаю столько вопросов. Мне нравится слушать ее голос. Ее лицо светлеет, а брови у нее самые выразительные. Они будто кроватые. Вообще стало какое-то сравнение он сделал. Когда она говорит об атомной инженерии, она выглядит так, как будто... Она выглядит так, как я, когда смотрю на бабушкину долму. Что такое долма? Ладно, не важно. Конечно. Этой женщине никак не сидится на месте. Она сказала, что занималась в колледже десятиборьем. И я в это верю. Она повсюду, как мяч попрыгут. Она ежедневно нарезает круги по кораблю в поисках кого-то, кому нужна помощь. Надо сделать ей что-нибудь приятное. Она всегда всем помогает. Хотелось бы мне иметь хоть долю ее энергии. Да будет. Будет тебе энергия, если выживете. Но это маловероятно. Светящийся пик. Ясмин. Я закончила проверку реактора. Мы... Управили много разрушений. И мы не нужны. Не нужны. Нужны. Тогда я помогла с оборудованием. Попробовала какие-то вещества. И... Попробовала, чтобы помогать Диану. Но она отправила меня в инженерию с Стефаносом. Я работала с ним последние несколько дней. Стефанос... Как я хочу сказать Стефанос? Он, по-моему, в основном, самый лучший инженер я работала. И... И... Он не уходил. Он никогда не уйдет. Я никогда не видел его в душе до 11. И он всегда готовится мне при этом, Гали Мера... Ясмин. В коронавирус. Иди, что-то. Он не уйдет. Он, что-то. Он листит с милой смыли на его лице. И... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Даже трудяга меня назвал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я в курсе про всю эту гору гулящих слухов, так что хочу кое-что прояснить для сохранения обстановки открытости и прозрачности, которую, как вы знаете, означает очень многое для всех нас. Прежде всего, нет, Альтера нас не купила, мы все еще Xenoworks, мы не переедем в новый офис, не расставим иерархические ступеньки и даже типа не будем заставлять вас появляться на участке и всякое такое. Хотя вам следовало бы хотя бы ради одних вкусняшек, я бы, наверное, только уже приписочку сделал бы. Мы все та же хреновенькая пронырливая конторка, ориентированная на исследование, в которой вы и устраивались. Так, что означает вся эта ерунда про контрольный пакет? Ну да, конечно, Альтера выкупила контрольный пакет, конечно же, но нас не купили. Купили вас уже по полной программе. Контрольный пакет акций, ребята, как брокер, не брокер, а как, ну, у меня брокерский счет просто, как инвестор. Я вам так скажу, это означает, что если купить контрольный пакет акций, считайте, купили уже всю компанию и ее главный функционал по контролю. Это как госкомпании, там контрольный пакет 50 плюс 1 акции. Вот сами скажите мне, что тут за контрольный пакетик. Ну, думаю, точнее все будет сказать, что это значит больше Больше оборудования, больше исследований, больше рисков, больше экспериментов Больше всего того, что делает нас с великими А главное, больше бабла для вас и ваших исследований И да, вкусняшек По-моему, этот идиот просто купился на вкусняшку Скоро Лина свяжется с вами по поводу обмена устаревших КПК Ксенаврокс На крутые обновки от Альтеры И ознакомление с небольшими изменениями в политике компании Которые помогут нам всем работать и развиваться без сучка и задорники Так что поздравляем вас всех Мы добились этого вместе, а теперь сможем добиться намного большего Ура! Изита Джекс, специалист по связям с общественностью Ксенаврокс Или специалист по главному обману сотрудников в организации Которые есть в каждой компании Интересно, кто кого перщеголял? Он или же такой же специалист Вольтери? Любовый, кстати Отчет спутникового наблюдения Сканирование региона Сектор 0 Обнаружены две активные человеческие особи Обнаружено несанкционированное строительство, жилище и передвижение транспорта Рекомендация Наблюдать и готовиться к возможному вмешательству То есть Далее Перечень задач Собрать еду с грядок и посадить новые растения Надо сделать Долить моторное масло и охладитель Работаю Документировать завершенные исследования образцов Сделано Продолжать исследовать механизм силового поля на участке 0 Работаю Отправить ежедневный отчет о работе Работаю Наладить костюмы Краб Надо сделать Починить замок на люке станции Надо сделать Сделать ежемесячный обход дистанционных установок Надо сделать Откалибровать навигационное оборудование Сделано Осмотреть воздушные фильтры шкафов Надо сделать Воздушные фильтры? А, типа, чтобы там ничего не воняло Ну, логично Руководство Исследовательский А вам пост 0 Добро пожаловать на ваш второй дом На 4546B Данная брошюра ознакомит вас с вашим новым местом проживания Дегенераты Устраивайтесь Сектор 0 охватывает 2 квадратных километра океана Граничащих с горами на севере и западе Этот регион планеты покрыт снегом и льдом Находясь в практической вечной зиме Экстремальные погодные явления делают Небо зрелищным В любое время суток По невыясненным причинам он был избран архитекторами В качестве узлового пункта для своих установок Жизнь в данной области расцвела после выпуска фермента 42 в общую экосистему Чувствуйте себя как дома Исследовательский авампост 0 располагает с самыми современными удобствами В том числе проживание на 3-6 человек Полноценная научно-инженерная секция Развлекательно-тренировочный комплекс Большая теплица и установка фильтрации воды для самодостаточного проживания Комплект для метеопрогнозов Отсек крабов Следуйте Вы, уважаемый член морозной стаи Были назначены на базу главного сектора Расположенную прямо под главным участком исследований пришельцев Отсюда вы будете проводить исследования инопланетных коммуникаций и технологий А также отправляться на местные операции Дистанционно управляемым установкам в секторе Сосредоточение Революция задач Ключ к тотальной непрерывной сосредоточенности На важном Кр... Миночку Ключ к тотальной непрерывной сосредоточенности на важном Кроется в способности не сосредотачиваться на неважном Конечная цель концентрации Не отгородиться от окружения А сохранить полное сосредоточение Невзирая на него Оно будет всегда Вам нужно не просто быть лучше него Но быть отсоединенным от него Вы понимаете, что в этом абзаце Одно только противоречит другому Нет, я конечно согласен с точки зрения теории Что... Отринуть все окружение ради своих задач Это логично Но извините, для этого оно и должно быть отринуто Ты не должен с ней никак контактировать Только тогда ты сможешь быть успешным Вы слышали про многозадачность Теперь приготовьтесь к монозадачности Исследования показывают, что люди, даже самые способные из нас Не могут сосредоточиться на двух делах одновременно До такой степени, чтобы выполнить их оптимально и тщательно Ну, вообще-то это возможно, но это очень сложно, ребят Многозадачность Это иллюзия Заставляющая вас думать, что вы делаете больше Когда в действительности вы пренебрегаете Одной либо другой задачей Идея монозадачности Отрицает мнение, что человек Вообще должен пытаться выполнять Множество задач разом Поскольку это не только Понижает продуктивность, но также Повышает стресс И даже приводит к чувству вины Когда это не дает большую продуктивность У вас эксперт по революции, задач Нет времени на нерабочие системы Давайте же изучим монозадачность Подробнее в следующей главе Которой у нас, к сожалению, нет И чай в команде Чай в команде Практика осознанности как лидера Ваша команда — это губка Которая впитывает вашу энергию Когда вы входите в помещение Думай о себе как о чайнике Лидер У тебя есть сила Напитать свою команду Мягким и целебным теплом Также У тебя есть сила их обжечь Ключ к тому, чтобы наполнить Спокойствием идущих за тобою Кроется в том, чтобы Сперва овладеть спокойствием Способственным Такова сила самосознанности лидера Которую мы обсудим В следующей главе Хороший чаек Но сперва изучим еще один элемент лидерства Которым часто предберегают Время заварки После того, как вы пролили свою целебную магию на команду Следует выждать пока масла И ферменты чайных листьев Адаптируются к новой среде Станут ароматными И полностью развернутся в телах Ваших будущих коллег Которые будут жертвами ваших экспериментов У лидера с целебным даром Огромная сила Но с нетерпением Этот лидер будет неудержим Ага, но с терпением Этот лидер будет неудержим Не спорим Неплохая такая новость Давайте зато, кстати, карты захватим Эта территория, кстати, вот как раз таки Мы с вами смотрели Карт Омега Дельта Сектор 0 Фи Куа Кью А это карта бассейна В принципе неплохо и красиво сделано Мне нравится Так, Маргарет, мы смотрели Маргарет, не трогаем И последний, вот у нас И осталось, что и осталось Так это новости Альтера потеряла Аврору Километровый корабль капитального класса Инцидент Галактические новости с межгалактической перспективы По сообщению независимых источников Спустя 18 месяцев после начала экспедиции По установке базовых врат В рукаве Ариадны Контакт с Авророй потерян Альтера с помпой запустила Аврору Почти два года назад А недавно было объявлено, что корабль прибыл В назначенную звездную систему Сейчас же, по мнению данных Аврора пропустила более одного планового сеанса связи На просьбу прокомментировать это Пресс-секретар Альтера заявил Связь с кораблем за пределами сети фазовых врат Может занимать недели и даже месяцы В обычных условиях И часто прерывается Во время прошлого сеанса связи Аврора была в отличном состоянии И опережала график И у нас нет оснований полагать, что что-нибудь изменилось Тем не менее, наши источники подчеркивают Что Альтера пока еще не может объяснить потерю связи А учитывая исключительную ценность корабля и его миссии Они предпринимают все возможные меры для восстановления контакта Акционеры пристально следят за ситуацией Амбрелла Тыщенко порает это в их числе Внимательный читатель, однако, вспомнит, что в сети директора Альтеры Случились утечки в прессу страшных историй Наподобие этой лишь для того, чтобы трансгосударство Вопреки всему отреагировало хорошими известиями Пакеты акций и торговые сделки директоров Конечно же не являются публично доступной информацией Обломки Авроры Обнаружены Выжившие и подтверждены Альтера публиковала голосовые записи Подтверждающие существование выживших после крушения Авроры Их передал торговый корабль Солнечный луч Который обнаружил их сигнал СОС Когда пролетал недалеко от места крушения Эй, Альтера У нас здесь одна из ваших пташек В переплет попала Похоже, они понесли помихи Выжившие Мы приближаемся Чтобы рассмотреть получше Хотя и ни число выживших Ни истинное состояние корабля неизвестны Но известно, что Аврора Проземлилась на планету 45-46 Би С практически неповрежденным корпусом Эта планета меньше земли И почти полностью покрыта водой Также предполагается наличие Пригодной для дыхания атмосферы Все это вызывает новые надежды Зарегистрированный как пятое Местное грузовое судно Солнечный луч Недостаточно для эвакуации экипажа Или груза с Аврора Но, вероятно, способен оценить ситуацию И убедить акционеров дома в том Что их инвестиции в безопасности Задержка передачи из этой области космоса Составляет как минимум месяц Тем временем Альтера работает над всеми возможными решениями Включая инновационную идею О передаче чертежей Специально разработанной спасательной ракетой Которая может быть построена С использованием материалов Добытых на планете из самой Авроры Если бы члены экипажа Смогли начать свой долгий путь домой То спасательные команды Смогли бы встретить их на полпути Сократив время возвращения на месяцы После этих новостей акции Альтеры Выросли до квартального максимума Амбрелла Тэш Инкорпоретед Успешно их реализовала И когда потом акции снова упали Докупила большую часть Альтеры Амбрелла Тэш Инкорпоретед Знает во что вкладываться Связана ли необъяснимая ионная сигнатура С исчезновением Авроры Ученые сбиты с толку Необъяснимой ионной сигнатур На границе пространства Альтеры А кое-что проводит параллели С исходным эхо Обнаруженным примерно во время Предположительно украшения Авроры Остается открытым вопрос Как взаимосвязаны эти два факта И многие в научном сообществе Продолжают утверждать что они не связаны И объяснять их естественным явлением Или даже секретными испытаниями Новых технологий Альтеры Масла в огонь подлила отказ Альтеры Предоставить себе данные украшения Авроры И недавние свидетельства Из источников о том Что они пересмотрят список предполагаемых погибших Не указывая на то откуда взялась эта информация Прошло несколько бисов после того как замолчал солнечный луч А новой информации нет Спасательные команды продолжают бдительное путешествие К 4546B Это последняя информация связана с новостями Относительно Авроры Из первой части Сабнафтики Что ж ребят Надеюсь вам понравилась Сегодняшняя как говорится Наша зачитка информации По Сабнафтике Если да Пишем комментарии Подписываемся на канал Ставим лайки этому видео А так же напишите Было ли оно вам полезно с точки зрения лора Потому что я понимаю что не все читают записки Всем больше интересно выживать Но если вам было интересно То я очень рад Ну а я с вами прощаюсь Это была Сабнафтика Below Zero И у нас осталась последняя часть Эксперимент С установками И попытка убить гигантскую тварь Но это будет уже как говорится Наше последнее дело Всем до скорой встречи Еще увидимся И пока-пока До скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok